Аноним. Что за логика? Ахмед подталкивал народ на войну против России, потом подталкивал народ на войну против народа. Сидел бы дома и не подталкивал никого убивать. Как сделать так, чтобы народ объединился? Если мы говорим про обычное положение, то есть никогда идет война, никогда враг на тебя напал, а вот обычная жизнь, то в этой ситуации работают все обычные, обыденные законы. Просто должна быть какая-то политическая сила, то есть их много разных политических сил, и каждая работает, конкурируя между собой, они пытаются заполучить поддержку народа. И вот тот, кто в этой борьбе побеждает, тот на чьей стороне бывает больше поддержки, такая сила, она начинает уже формировать какую-то коалицию. Если эти силы как-то разделяются. То есть эти модели, они везде разные, нет такого, что вот одна модель, и она на всех подходит. Где-то есть двухпалатная, двухпартийная система, как в США, допустим. Можно ли сказать, что этот народ не объединен? Но в каком-то смысле да, считайте, они на две части разделены. Республиканцы с демократами, и там идет постоянная борьба между ними. То есть американцы, грубо говоря, это вот две разные стороны, постоянно друг с другом конкурирующие. Но они, и та, и та сторона, они объединены в том, что желают блага для своего государства, величия для своей страны, для своего народа. Поэтому это внутриполитическая борьба, но внешне, безусловно, они объединены. Есть, например, как немецкая система, двух, двух с половиной партийная, она обычно называется. Когда есть две такие мощные силы, есть еще какие-то мелкие. И вот эти вот две мощные политические силы, одна из них, побеждая на выборах, она не может сформировать большинство, если она не заручится поддержкой вот этих вот мелких каких-то. И она начинает формировать коалицию. То есть мы должны действовать из тех, той ситуации, которая у нас складывается. Если нет абсолютного большинства, то нужно формировать коалиции, нужно договариваться с теми, с кем это возможно. Но для того, чтобы это сделать, сначала нужно стать этой политической силой, понимаете, нужно заручиться поддержкой своего народа. У нас почему-то люди по-другому действуют. У нас считают, что нужно сначала себя объявить властью, сказать, что мы, мы теперь вот ваши представители, а потом нужно что-то делать хорошее, и вот чтобы народ тебя поддержал. Но на самом деле все работает по-другому. То есть нужно идти не сверху вниз, а снизу вверх. Нужно сначала становиться политической силой, набирать обороты, завоевывать сердца людей, а потом уже претендовать на то, чтобы быть властью. То есть потом ты можешь уже, уже набравшись этой мускулатуры, вот этой силы, когда у тебя мощная поддержка, тогда ты можешь претендовать на то, чтобы становиться властью для этого народа. А если ты сначала хочешь объявить себя властью, какие-то там провести выборы, там что-то у себя собраться, там несколько человек, 10-20, там что-то у себя избрать, а потом уже типа вот все, мы теперь, значит, уже пришли к вам, и давайте мы теперь будем делать какие-то благие дела, а вы нас поддерживаете. Но это на психологическом уровне вызывает отторжение. Обычно люди такое не принимают. Томсо, если Россия уйдет с наших земель, не будет ли у нас проблемы с экономикой, например, как в Абхазии? Каковы твои прогнозы экономики Кавказа без России? Конечно, у нас будут проблемы. У нас... Вообще проблемы, это нормально. Они должны быть. И любое государство должно начинать с того, что оно решает эти проблемы. Поэтому мы не должны бояться проблем. Мы должны быть готовыми к этому и решать эти проблемы. Не решаемых проблем нет. Почему Абхазия не может решить свои проблемы? Потому что Абхазия пошла не по тому пути. Абхазия, в принципе, не в состоянии проблему решить. Она себя, наоборот, загнала в положение, когда вот в этой ситуации, при таком раскладе, она проблему решить не может. А она может решить проблему только путем изменения всей концепции. Понимаете? Для этого нужно обратно отказаться от России. нужно войти в переговорный процесс с Грузией. Только тогда они смогут решить те проблемы, которые у них есть. Поэтому в нашей ситуации, в идеале, уходит, допустим, Россия без... Например, договорились, там, Кремль пришли, нормальные, адекватные люди. Они такие извинились, войска вывели. Ну, это я вам сейчас прям вот идеальный сценарий описываю. И вот мы оказались в ситуации, когда России нет. Мы вот пришли, все, давайте. Что мы получаем? Мы получаем колоссальное количество проблем, связанных с 20-летним застоем, который был целенаправленно Кремлем организован. и невероятные перспективы для решения всех этих вопросов. Вы просто работаете. Это, на самом деле, идеальная такая прям очень благоприятная ситуация для любого правительства, для любых министерств, для любого лидера. Для того, чтобы, решая эти проблемы, войти в историю. Для того, чтобы люди тебя благодарили. Это просто идеальная ситуация. Очень благоприятная. Проблемы, конечно, будут. А вы думаете, их не будет через 50 лет, через 100 лет? Вы думаете, их проблем нет сегодня у США, у развитого государства, нет у Европы проблем? Конечно, есть. Постоянно они возникают, их нужно решать. Так мир и устроен. У Китая полно проблем. Тумсошка, спасибо за твою борьбу, за справедливость, правду и истину. С обожанием смотрим тебя. Ты настоящий лидер и наидостойнейший человек на земле. Благодарю тебя, София Зайкин. Лесные слова, отзывы. Аноним. Что за логика? Ахмед подталкивал народ на войну против России, потом подталкивал народ на войну против народа, сидел бы дома и не подталкивал никого убивать мусульман. Ну да, было бы хорошо, если бы он просто сидел и никого никуда не подталкивал. Тумсо, каково ваше личное отношение к тому, что в ваших обычаях есть такая вещь, как кровная месть? Мое отношение такое. Кровная месть – это тот институт, который в рамках оккупации, когда мы на долгие-долгие-долгие годы находились в оккупации, этот институт помогал, то есть служил таким элементом сдерживания от беспредела внутри народа. Этот институт, он перестанет существовать, то есть необходимость в нем исчезнет, когда мы получим независимость в своем государстве, когда у нас будет система судейства и исполнения наказания, тогда не будет нужды в том, чтобы действовал какой-то альтернативный институт исполнения наказания и судейства. Понимаете? Почему вообще существует кровная месть? Потому что совершается преступление, убивается человек, российское законодательство, оно не наказывает, то есть то, что положено этому человеку, совершившему преднамеренное убийство, то, что положено ему по Российскому уголовному кодексу, не является наказанием, понимаете, для потерпевшей стороны. Его посадят в тюрьму, он отсидел, вышел и такое, все нормально, дальше живет себе, пьет чай, а моего родственника, сына, брата, его уже нет в живых. То есть я, а мне дальше жить с этим человеком по соседству, что ли, он будет ходить. Понимаете, почему это происходит? Поэтому, когда у нас будет свое государство и совершившие подобное преступление будут наказываться в соответствии с законом, то есть их будут, будет выноситься решение и в соответствии с этим решением будет исполняться наказание, никакой кровной мести нам уже не нужно. То есть вот тогда этот институт уйдет. До этих пор он будет существовать и люди будут получать, как бы, свое, будут совершать свое возмездие, которое не совершается в рамках Российского уголовного кодекса. Забавно смотреть, когда показывают, как якобы люди из Донбасса радуются освобождению от непонятно кого на фоне руин и помощи от Кадырова в виде баклашек воды освободителей русский мир принесли. Ну, что могли принести, то и принесли, тут извини, ничего больше принести они не могли. Ты, откуда они что, айфоны туда принесут или что, цивилизацию, Макдональдс? Принесли то, что у них есть. Макдональдс